некоторые страны в мире привлекают туристов не только за счет своей красоты и невероятной истории но и благодаря своим магическим местам где можно загадать желание и она исполнится сегодня мы отправимся с вами в девять разных стран и узнаем какие места приносят богатство какие любовь к и исцеляют от самых разных недугов дарует навык красноречия и просто исполняют самые заветные мечты фонтан треви рим италия согласно поверью если вы бросите монетку фонтан треви в риме через левое плечо правой рукой обязательно со спины вы точно вернетесь в рим спустя какое-то время снова а ваше заветное желание сбудется если бросите две монетки значит обязательно познакомитесь с горячим итальянцем или страстной итальянкой если три скоро будет свадьба четыре монетки принесут богатство а вот пять уже кидать не стоит считается что это к разлуке традиция бросать монеты фонтан треви восходит к 18 веку и считается что она произошла древнеримского обычая бросать монеты в воду чтобы сделать подношение богам традиция была возрождена в 1950-х годах после выхода фильма три монеты в фонтане в котором фонтан де треви занимал центральное место в настоящее время фонтан является одной из самых популярных туристических достопримечательностей рима и миллионы туристов каждый год бросают фонтан монеты монеты забираются городом и используется для финансирования различных благотворительных проектов обычно они поступают в организацию корито с итальяна которая занимается помощью с организацией ночлега и питания для бездомных ежедневно гости рима оставляют фонтане в среднем по 4000 евро и таким образом за год там набирается около полутора миллионов евро неудивительно что римский фонтан считается самым богатым замок бларни ирландия замок бларни и средневековая крепость расположена в графстве корк первоначально замок был построен в начале 15 века семьей маккарти одним из самых могущественных кланов в ирландии того времени позже замок был захвачен английской короной во время правления королевы елизаветы 1 в конце 16 века и в конечном итоге он был восстановлен и открыт для публики в девятнадцатом веке существует известная легенда связанная с замком согласно которой поцелуй местного камня который считается частью скумского камня встроенной зубчатые стены замка на деле целующегося даром красноречия но не все так просто камень расположен на вершине замка и чтобы поцеловать его нужно лечь на спину и перегнуться на через край парапета замка держась за железные перила это может быть сложно и нервно но многие люди которым удалось поцеловать волшебный камень уверяют что это работает и она того стоит кафе бразильера лиссабон португалия кафе бразильера это историческое кафе расположена в самом центре лиссабона кафе впервые открыл свои двери в 1905 году и с тех пор является популярным местом сбора художников писателей и других интеллектуалов интерьер кафе украшен прекрасными деталями в стиле арт-деко включая замысловатую отделку плиткой и витражи придающие ему не подвластную времени элегантность которая переносит посетителей в ушедшую эпоху одним из самых известных посетителей кафе был португальский поэт фернандо пессоа кафе также посещали другие известные личности на протяжении всей его истории включая политиков художников и писателей есть на летней веранде и памятник тому самому фернандо пессоа который сидит за столиком считается что если к нему подсядет писатель журналисты а или любой другой творческий человек то фернандо поможет ему в писательстве и человека ждет успех памятник виктору цою алматы казахстан памятник был открыт 2018 году когда цою исполнилось бы пятьдесят шесть лет скульптура изображает даже не самого виктора персонажа фильма игла мора которого играл музыкант он находится на перекрестке улиц тулебаева и калинина именно там снимали последнюю сцену из фильма игла именно так и изобразили легендарного рок-музыканта с зажженной зажигалкой готовой прикурить пламя зажигалки уже блестит она на несколько тонов светлее основного цвета памятника потому что именно пламя нужно тереть и загадывать желание алтарь эрован таиланд посвящен четырехликому богу брахме также известному по-тайски как про кром святилище названо в честь эрована мифического трехглавого слона из индуистской мифологии храм эрован был первоначально построен в 1956 году в рамках строительства отеля эрован который с тех пор был переименован в гранд хаят эрован чудеса начались с того момента как эту специфическую конструкцию возвели для предотвращения несчастных случаев при строительстве нового отеля которых до этого было не так уж и мало свою защитную функцию алтарь исполнил на славу после чего сюда стали приходить люди чтобы сделать подношение и таким образом исцелиться от недугов или загадать желание город лурд франция лурд небольшой городок расположены в юго-западном регионе франции и это одно из самых популярных мест паломничества в мире город известен своим религиозным значением и ассоциации с девой марией согласно католической традиции дева мария явилась крестьянской девушке по имени бернадет субирус гроте недалеко от города в 1858 году с тех пор лорд стал местом паломничества миллионов католиков со всего мира городе находится святилище лурдской богоматери которая включает в себя грот масса бель где как говорят дева мария и явилась бернадетти субирус посетители приезжают в лорд чтобы помолиться посетить мессу и получить исцеление от болезней одним из самых популярных занятий в лурде является купание в воде из источника который как говорят появился когда дева мария явилась бернадетти считается что вода обладает целебными свойствами и многие люди утверждают что чувствуют себя лучше после купания в ней в городе также есть ряд больниц и медицинских учреждений которые специализируются на лечении людей с ограниченными возможностями фусиме инари тайся киото япония это одна из самых популярных туристических достопримечательностей киото известная своими тысячами ворот тории которые ведут на вершину горы инари святилище посвящено инари синтаистскому богу риса и процветания ворота тории в фусиме инари тайся выкрашены в ярко-оранжевый цвет и образуют похожую на туннель тропинку через лес ведущую в гору посетители святилища часто проходят через ворота тории и по пути загадывают желание или молятся у различных святилищ и алтарей считается что инари исполняет желание связанные с процветанием плодородием и успехом в бизнесе инари также ассоциируется с лисами которые как полагают являются его посланниками статую лис можно найти по всей территории святилища и посетители часто оставляют подношение еды или питья для них лис иногда изображают с ключами во рту что символизирует их роль посланников которые могут открыть арисовые амбары и принести процветание людям гора улуру австралия луру также известный как airs rock представляет собой массивный монолит из песчаника расположенный в национальном парке улуру ката тьюта на северной территории австралии он считается одной из самых знаковых природных достопримечательностей в мире и имеет огромное духовное значение для народа анангу традиционных владельцев этой земли длина улуру 3,6 километра ширина около трех километров высота 348 метров покрыт параллельными бороздами глубиной до двух метров каменное образование уходит в глубь земли более чем на 6 километров основание изрезано пещерами с наскальными рисунками и резьбой по камню по мифам аборигенов когда-то здесь обитал хозяин горы водяной питон на крутом склоне жил черный варан аборигены считают себя хранителями священной скалы совершают поклонения и проводят обряды согласно верованиям анангу местность вокруг улуру пропитана духовной силой посетителей просят уважать культурные духовное значение скалы и следовать определенным рекомендациям во время посещения восхождение на скалу запрещено из уважения к пожеланиям и культурным верованиям народа анангу а также по соображениям безопасности вместо этого посетителям рекомендуется прогуляться вокруг подножья скалы и осмотреть окрестности которые являются домом для многих других священных мест и чудес природа одним из многих священных мест вокруг улуру является водопой мутитьюлу бассейн с водой у основания скалы и именно здесь посетители могут загадать желание или вознести молитву у источника и погрузиться в духовную энергию этого места ниагарский водопад канада или сша одно из распространенных поверье гласит что если вы загадаете желание стоя возле ниагарского водопада и бросите монетку в воду ваше желание сбудется другое поверье заключается в том что мощная энергия водопада может принести удачу и позитивную энергию в целом тем кто его посетит некоторые люди также верят что туман и вода из водопадов обладает целебными свойствами и могут помочь при таких заболеваниях как артрит или астма хотя эти верования научно не доказаны они стали частью фольклора окружающего ниагарский водопад и усиливают привлекательность и загадочность этого чуда природы кстати ниагарские водопад исполняющие желание существует не только в сша но и в китае тут есть местный водопад на реке келунг который также называется тайваньской ниагарой но загадывают желание не совсем водопада а у железнодорожной станции здесь нередко можно увидеть зрелище во время которого люди запускают в небо расписные воздушные фонарики вся экономика этого некогда шахтерского китайского поселка сейчас держится в буквальном смысле на фонариках тысячи людей приезжают сюда как бы посмотреть на водопад но по сути запустить в небо фонарик друзья если видео вам понравилось жду заслуженный лайк делитесь в комментариях какую точку нашей страны или быть может планеты вы хотите отправиться пишите что вам интересно узнать факты события достопримечательностей это помогает мне планировать поездки снимать ролики на самые интересные темы например недавно по вашим просьбам я выпустил ролик про мега постройки в дубае у меня также есть второй канал про международное образование где я рассказываю о возможностях учебы и переезда за границу и разные интересные истории о крупных компаниях и известных людях которые меняли мир называется канал смапс education и я рекомендую подписаться на него школьникам студентам родителям если вам интересна тема учебы за границей на канале смапс я рассказываю то что вам не расскажет преподаватель в школе и университете и эта информация собиралась целая команда экспертов международного образования за года работы в россии и за границей